Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкование на деяния святых апостолов. Стихи 11-16. И как исцеленный Хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, «Мужи израильские, что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит? Бог Авраама и Исаака, и Иакова, Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святаго и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала Ему исцеление сие перед всеми вами». Что значит выражение, исцеленный Хромой не отходил от Петра и Иоанна? То, что он боялся отставать от них, так как думал, что он до тех пор будет свободен от своего недуга, пока будет держаться и касаться их. В особенности же думал так, потому что Петр исцелил его, взяв за руку и подняв его. А в притворе случилось это, потому что один только этот притвор остался от храма Соломонова, так как Навуходоносор разрушил здание и возобновил его Кир Персидской. «Мужи израильские, что дивитесь сему!» Эта речь к народу исполнена большего дерзновения, чем прежняя, не потому, чтобы в прежней он боялся говорить смело, но потому, что тогда иудеи, как люди лукавившие и дерзкие, не могли еще вынести такого тона. Поэтому, начиная прежнюю речь, он в самом начале ее располагает их ко вниманию следующими словами. «Сие да будет вам известно, и внимайте слова моим». А здесь он не нуждается уже в таких оборотах. Так как иудеи не выходили уже из себя, но внимание всех их обращается на знамение, и они исполнились страха и изумления. Смотри, как он уклоняется говорить о славе самих апостолов, потому что ничто так не полезно для слушателей, как то, чтобы говорящий не только не говорил бы ничего о своем величии, но запрещал бы и всякому другому говорить об этом. Итак, презрев славу, какой могли достигнуть у людей, апостолы еще более прославили себя, показав людям, что то, что случилось, было делом не человеческим, но божеским. Бог отцов наших прославил сына своего Иисуса. Все еще придерживается в речи сторон уничижения Христова. Однако же дерзость иудеев выставляет на вид, а не затеняет, как прежде. Делает же это более желание подействовать на них. И последнее достигалось тем более, чем более Петр обнаруживал их виновность, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Два обвинения на иудеев. Одно состоит в том, что Пилат, родом Эллин, человек, не видевший ни одного знамения и не знавший ни одного из пророков, хотел отпустить Иисуса. А другое в том, что вы по происхождению иудеи, народ воспитанный среди знамений и посвященный в пророчество о Христе, вы не хотели отпустить его, тогда как хотел этого Пилат. От святаго и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Сказав же, что вместо Христа иудеи и спросили разбойника, Петр объяснил дело вполне, потому что этим доказывается, что они имели возможность отпустить его. Если уже они отпустили разбойника, то тем более могли отпустить мужа неповинного. Они освободили злодея и убили благодетеля, так как убили начальника жизни. Если же он начальник жизни, то как имеющий жизнь в себе самом и как виновник жизни, он воскресил себя сам, чему мы свидетели. Более не прибегает уже к пророчеству, но так как ему уже доверяли, то приводит во свидетелей лик апостолов, чему говорит мы свидетели. Ради веры во имя его, имя его укрепилось его. Говорит так потому, что исцеленный уверовал вследствие исцеления. Значит ли это, что хромой твердо стал на ноги, уверовав во имя Христова? Еще прежде, чем он уверовал, имя Христова, быв призвано, уже укрепило его. Такую великую имеет оно силу и столько источает благодатных даров. И вера, которая от него. А что это за вера? Господь сам объясняет так. Да знают тебя единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Вспомним Евангелие от Иоанна, главу 17, стих 3. Чтобы не сказал кто-нибудь, если таким образом одно призвание укрепило хромого, то исцеление не менее скоро последует, хотя бы и неверный призвал имя его, и хотя бы призвал это имя для исцеления человека, также неверующего. Итак, чтобы не сказал кто-нибудь этого, Петр прибавил, и вера, которая от него. То есть, хотя велико и страшно имя это, и хотя оно источает исцеление, но для этого нужно, чтобы души исцеляемых были достойны такой милости, и чтобы молитвенники, предстательствующие за них, были способны у милости ведь даровать ли исцелений. Потому что если испрашивающий исцеление намерен оставаться неверным, то исцеление ни в каком случае не последует так легко, и имя это никак не сделает своего дела, если призывается неверными. Сыны скевы не только другим не принесли пользы, но и себе повредили. Смотрим далее Деяния Святых Апостолов, главу 19. Стихи 17-18. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Так как Петр сильно укорил иудеев, то снова смягчает речь свою, чтобы дать им возможность одуматься. И в оправдании их соизволил выставить два обстоятельства. Одно — их незнание, другое — то, что все сказанное им было возвещено прежде. Но как же Петр не приводит о распятии Иисуса свидетельства из Писания? Впрочем, он и выше говорит, что по определенному совету и предведению Божию преданного взяли. И теперь излагает тоже, только простране, говоря «Бог, как предвозвестил устами всех своих пророков». Прямо уже свидетельство не приводит, потому что вместе с объявлением иудеям обвинений и наказания высказаны им и все свидетельства, как, например, ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 53, стих 9. А в утешении говорится, что они сделали это по неведению. Бог же так и исполнил. Это в то же время ответ и на слова всех иудеев, на слова, которые они в поношении его говорили даже при кресте. Пусть теперь Бог избавит его, Иисуса, если он угоден ему. И еще, если ты сын Божий, сойди с креста. Смотрим Евангелие от Матфея. Одного только Петр не говорил им. Неразумны. Это были пустые слова, потому что если так должно было быть, и если все пророки свидетельствуют об этом, то очевидно, что это распятие случилось не по бессилью Христову, а скорее по неизреченному могуществу и премногой власти, и по бесконечному его человеколюбию. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Иоанна. Стихи 22-24. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Яноне, близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. Ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Доколе продолжался праздник Пасхи, Иисус был в Иерусалиме. Когда он прошел, Иисус вышел оттуда в землю иудейскую и жил близ Иордана, куда многие сходились. Он искал многолюдных мест не для пустой чести и славы, но потому что желал большему числу людей доставить пользу и благо. Когда он восходил и на праздники, то ходил для всего же самого, чтобы большему числу людей доставить пользу и учением, и явлением чудес. Слыша, что он крестил, не подумай, что он сам крестил. Крестили ученики его, но дело учеников евангелист относит к учителю. Далее, сей же самый евангелист говорит, что Иисус не крестил, а ученики его. Смотрим Евангелие от Иоанна, главу 4. Спросишь ли, почему он сам не крестил? Узнай. Иоанн прежде сказал, что он будет крестить вас Духом Святым, смотрим Евангелие от Матфея. А Духа Святаго он еще не давал, потому что было еще не время. Итак, если бы он крестил, то или крестил бы без Духа, и чем бы тогда разнился от Иоанна? Или давал бы Духа прежде времени, а это не достойно Бога, делающего все вовремя? Когда же было время дать Духа? Время после Вознесения. Ибо естеству нашему во Христе Иисусе нужно было явиться к Отцу безгрешным, и по примирении таким образом Бога с нами быть неспослану Духу, как богатому и щедрому дару. Итак, ученики Иисуса выкрестили, и Иоанн еще крестил и не переставал, разом исполняя два дела. Одно – то, что приходящим к Нему говорил о Христе и приводил их к Нему. Другое – то, что ученикам своим не давал повода к ревности и большим спорам. Если бы он перестал крестить, чего бы не сделали ученики его по завистливом расположении ко Христу? Если он весьма часто, взывая и всегда уступая первенство Христу, не убедил их обратиться к Нему, то какой бы зависть возбудил у них, когда бы перестал крестить? Посему и Христос особенно начал проповедовать тогда, когда Иоанн был заключен по причине зависти учеников Крестителя. Я думаю, что и кончине Иоанна допущено быть весьма скоро для того, чтобы все расположение народа перешло ко Христу, и он не разделялся в мыслях о том и другом – Иоанне и Христе. Ученики Христовы крестят крещением, не имеющим ничего большего предкрещением Иоанновым, ибо то и другое несовершенно, как непричастные духа, хотя цель обоих одна – крещаемых привезть ко Христу. Стихи 25-27 Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к нему и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Юардании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». При споре учеников Иоанновых с одним иудеем зашел вопрос о крещении. Иудей ставил выше крещение учеников Христовых, а ученики Иоанновы – крещение учителя своего. Заспорившие об очищении, то есть крещении, приходят к учителю своему и начинают его подстрекать, говоря, «Учитель, тот, который был с тобою, который имел степень ученика, отделился и крестит. Тот, о котором ты свидетельствовал, то есть которого ты крестил, которого ты сделал знатным, осмеливается делать то же, что ты. Сверх всего, некоторые не внимают тебе, а ему внимают все, ибо все, говорят, идут к нему, а тебя оставляют». Иоанн, желая устрашить их и показать, что они, препятствуя Христу и отстраняя его от славы, враждуют против Бога, говорит, «Не может человек ничего принимать сам от себя». И далее. «Если бы, говорит, не было дано с неба, то не возрастал бы тот, которому вы завидуете. Посему вы за раз согрешаете дважды. Раз тем, что противитесь определению Божию, а другой, что предпринимаете невозможное. Вместе с им он их и успокаивает несколько тем, что побеждающий их не человек, но Бог. Да и мы, говорит, что имели, то имели не от себя, а с неба. Если же дела Христовы славнее, то не нужно удивляться, ибо так угодно Богу». Стихи 28-30. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал. Не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться». «Вы, говорит, сами знаете, что я свидетельствовал об Нем, что Он больше меня. Итак, если вполне принимаете Мое свидетельство, то знайте, что Он досточтимее меня. И радость моя состоит в том, чтобы все приходили к Нему. Если бы к этому жениху не приходила невеста, то есть народ, тогда я, невестоводец, скорбел бы. Теперь же, когда это случилось, я весьма радуюсь, ибо вижу, что жених Христос взывает к невесте народу и учит его. Не без цели, сказал, стоящий, но Сим показывает, что его дело кончено, и он стоит уже без действия, и что ему, наконец, нужно стать и только слушать учения Христа и беседу его с невестой. Мое, говорит, дело окончено, и я передал народ ему. Посему моей славе нужно умоляться, а его расти. Как же умоляется слава предтечи? Как утренняя заря закрывается солнцем, и кажется многим, что свет ее угас, хотя на самом деле не угас, а закрывается большим, так без сомнения единица предтечи покрывается мысленным солнцем, и потому говорится, что он умоляется. Христос же растет, потому что в короткое время делает себя известным через чудеса. Не растет он по мере успехов добродетели, прочь такая мысль, она пустословие и не история, но растет по мере проявления и обнаружения божества. Ибо мало-помалу, а не вдруг он объявляет, что он есть Бог. Радость моя, говорит, исполнилась при женихе. Дело, которое вверено мне, как невеста в отцу, я вижу, получило успех. Итак, Господь есть жених всякой души. Брачная комната, в которой бывает соединение, есть место крещения, то есть церковь. Дает он невесте залог прощения грехов, общения Духа Святаго, а остальное в будущем веке, когда он достойных введет в лучшее и высшее таинство. Заметь же, что жених есть не другой кто, как только один Христос. Все же учители суть невестоводцы, как и предтеча. Ибо податели благ есть не другой кто, как только Господь. Все прочие суть посредники и служители благ, подданных от Господа. Стихи 31-34 Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, а то он и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, «Ибо не мерою дает Бог Духа». Предтеча сравнивает себя со Христом и говорит, что он приходит свыше от Отца и есть выше всех, превосходит всех и сохраняет превосходство Отчие. А я, сущая земли, говорю земное, несовершенное и уничиженное в сравнении с учением Христовым. Хотя и учение самого Предтечи была божественна, но в сравнении с учением Христовым оно имеет много земного. Он говорит, что видел и слышал, то есть он говорит и свидетельствует о том, что слышал от Отца и что видел, то есть что знает до точности. Но свидетельства его не принимает никто из тех, которые не внимают истине. А кто принял свидетельство, то есть учение его, тот запечатлел, то есть показал, подтвердил, что Бог истинен. Ибо кто верует посланному от Бога, тот верует Богу. И сим запечатлевает он и доказывает, что поверил ему, потому что он истинен. И наоборот, кто не верует посланному от Бога, тот показывает, что он лжив, и потому-то и не поверил ему, что он лжив. Посему, кто верует Христу, тот сим уже самым, что поверил посланному от Бога, показывает, что Бог истинен, ибо очевидно, Он поверил Ему, потому что Он истинен. И справедливо, ибо все прочие, говорит, получили силу Духа мерою, а самому Христу Он не мерою дал одну какую-нибудь или две силы, но Он существенно имеет всецелого Духа. И так и пророкам Бог дает Духа, то и силу Духа, и дает мерою, а Христу не дает ни мерою, ни без меры, ибо Христос имеет Его существенно. Когда слышишь, что Христос говорит то, что слышал от Отца, то не думай, что Он имеет нужду учиться знанию от Отца. Но по элику все, что знает Сын, по естеству, Он имеет от Отца, как единосущный с Ним, то и говорится, что Он слышал от Отца то, что знает. Это подобно тому, как ты, увидев Сына, во всем похожего на Отца, говоришь, что Он все имеет от Отца, то есть не вышел похож ни на кого другого, кроме Отца. Слыша, что Он послан, понимай так, что Он послан от Отца, как луч от Солнца. Не говорим ли мы так? Солнце послало лучи, и Солнце пустило свет, то есть послало на землю. Однако же мы не говорим, что луч иной сущности или позднее Солнца. Так и Сын послан в мир от мысленного Солнца и Отца, как отблеск, как луч, как свет, и как хочешь назови его, насколько то прилично. Не безвременно здесь сказать, когда речь зашла и о том, как Сын имеет Духа, и в каком смысле Дух называется Сыновнем. Апостол говорит, «Бог послал в сердца вашей Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». Послание к галатам святаго апостола Павла. И в другом месте, «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Послание к римлянам святаго апостола Павла. Латины, худо понимая и принимая слова сии, говорят, что Дух исходит от Сына. Мы скажем им, во-первых, то, что иное быть от кого-нибудь, и иное чьим-нибудь. Что Дух есть Дух Сына, это не подлежит сомнению. И подтверждается всем Писанием, но о том, что Он от Сына, не свидетельствует никакое Писание. Дабы мы не ввели двух виновников Духа, именно Отца и Сына. Так говорят, но Он дунул на учеников и сказал, примите Духа святаго. Какое ложное понимание. Если Он дал Духа ученикам тогда, когда дунул на них, то как Он говорил им, что через несколько дней после сего вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святый? Смотрим деяния святых апостолов. Или зачем мы веруем, что в Пятидесятницу было несшествие Духа, если Он дал Его вечером в канун дня Воскресения Своего? Ибо тогда еще Он дунул. Но это очень смешно. Очевидно, Он дал тогда не Духа святаго, но одно из дарований Духа, именно прощение грехов. Ибо тотчас прибавляет, кому простить грехи. А Сын имеет Духа существенно, как единосущный Ему, а не как приводимый им в действие. Ибо в действие приводятся пророки. Называется же Духом сыновним, потому что Сын есть истина, и сила, и премудрость. А Дух Святый Исаии описывается, как Дух истины, и силы, и премудрости. Смотрим книгу пророка Исаии, главу 11, стих 2. Называется сыновним и в ином смысле. В том именно, что людям подается через Сына. Ты веруй, что Дух исходит от Отца, а твари подается через Сына. И это будет тебе правилом православия. Умоляю вас, будем прилагать великое старание о том, чтобы нам и пребывать в правой вере, и вести жизнь добродетельную. Ежели мы с верою не соединим достойной жизни, то подвергнемся жесточайшему наказанию. Это подтвердил блаженный Павел опытом древних времен, когда он, говоря о израильтянах, что все они ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, присоединяет далее, что они не спаслись, но они поражены были в пустыне. И сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, осуждены будут на казнь. Да и все притчи его, как то притча о девах, о неводе, о тернии, о древе, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает, так как верить им нетрудно, но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать, всегда, так как на поприще ее предстоит всегдашняя брань, а потому и труд. И что я говорю о совершенном пренебрежении добродетелью? Даже нерадение о малейшей части ее подвергает великим бедствиям. Так небрежение о подаянии милостыни ввергает небрегущего о том в гиенну, хотя это не вся добродетель, а только часть ее. И однако девы за то, что не имели этой добродетели, были наказаны, и богач за то же страдал в пламени, и все те, которые не напитали алчущего, осуждаются с дьяволом. Равным образом и не укорять других есть малейшая часть добродетели. Однако же, кто ее не исполняет, тот изгнан будет из царствия. Кто скажет брату своему «безумный» подлежит гиенне огненной. И целомудрие опять есть часть добродетели, но без нее никто не увидит Господа. Писание говорит, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Смиренно-мудрие есть также часть добродетели. Но если бы кто другие добродетели исполнил, а этой не соблюл, тот не чист перед Богом. Это показывает пример фарисея, который был украшен многими добродетелями, но гордостью погубил все. Я еще гораздо более скажу. Не только пренебрежение одной какой-либо добродетелью заключает для нас небо, но хотя бы мы и исполнили ее, но не с должным тщанием и ревностью, и это производит такие же следствия. «Если праведность ваша, говорит Христос, не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Потому, если ты и милостыню подаешь, но не более той, какую они подавали, то не внидишь в Царствие. Какую же великую милостыню, спросит кто-либо, они подавали? Я и сам хочу говорить теперь об этом для того, чтобы не дающих милостыни побудить к подаянию ее, а дающих предохранить от высокомерия и заставить подавать еще более. Итак, что фарисеи давали? Они давали десятину от всего имущества и еще другую десятину и сверх того еще третью. Так что отдавали почти третью часть своего имения, ведь три десятины составляют почти третью часть всего имения. Сверх того, они приносили еще начатки первородных животных и много других жертв, каковы, например, жертвы о грехе, об очищении, жертвы, совершаемые при праздниках, во время юбилея, при оставлении долгов, при отпущении рабов и при займах без роста. Если же дающий третью часть имений своих, или лучше половину, эти приношения, взятые вместе с десятинами, и составляют половину, если говорю, дающий половину не делает ничего великого, то чего будет достоин тот, кто не подает и десятины? Справедливо поэтому сказал Господь, что немногие спасутся.